Здравствуйте! Сейчас хочу предложить вашему вниманию, на мой взгляд, довольно интересную историю, которую рассказывает Оксана. Согласна, везде ищут лохов и непонятно, почему мы должны доказывать свою правоту. Моей свекрови, ей уже почти 80 лет, пришло налоговое уведомление. В нем квартира, как и должно быть, и появилось имущество в виде строения в Москве. Она не в Москве живет и нет у нее никакого больше имущества, а за это строение, налог 25 тысяч, она в налоговую сходила, все объяснила, что нет такого имущества, а там сказали, что все правильно. Если не согласны, то звоните на горячую линию, обращайтесь в суд и так далее. А на вопрос, где документы, подтверждающие, что она имеет такое строение, ничего не ответили. Есть информация, значит все начислено, правильно, платите, а за просрочку платить будете пение. Звонить по телефону было бесполезно, я подключилась, просто по телефону реально не дозвониться. Пришлось писать в главный офис налоговой и объяснять, что они неправы, что неправильно поступили с пожилым человеком, на месте решать вопрос отказались, отправили по телефону вопрос решать, куда не дозвониться. И только после этого из главного офиса принесли извинения, а из местного позвонили и сказали, а что бы сразу в Москву жаловаться, почему же к нам не пришли, мы бы все решили, разобрались. Так ведь приходили, объясняли, хорошо, что у нее есть мы, кто смог ситуацию разрулить. А бабушки, дедушки, у кого нет детей, которые им помогут, как с такими ситуациями будут справляться? Вот такая интересная история и немножечко тревожная. Действительно, такие проблемы бывают, зачастую их не так-то просто решить. От себя добавлю, у меня был случай, когда у меня с карточки были списаны деньги за долг по коммунальным платежам за несуществующую квартиру. Вот такая была история. Это кажется полным бредом, но тем не менее деньги списали, мне пришлось их возвращать тоже опять же через суд довольно сложным способом. Три месяца я потратил на все эти судебные дела и с огромным трудом отстоял свои права и вернул деньги. Но никто компенсации, конечно, никакой мне не предоставил. Это практически невозможно, как мне сказали юристы, за моральный ущерб несколько там брать. Никто не оказался виноватым. Просто такая вот произошла случайная ошибка. Ну, такой вот случай был. Хорошо, что все решилось. Еще хочу рассказать одну историю, которая произошла с моим другом. Ну, она скорее комичная, но тем не менее тоже по этому же поводу. Был у моего друга гараж. Ну, обыкновенный кооперативный гараж. И вот дело в том, что этот кооператив, который гаражный, он в принципе был недостроенный и в конце концов так достроен не был и начал постепенно разрушаться и приходить в негодность. И от этого кооператива там осталось всего несколько действующих гаражей. И в конце концов они тоже вышли из строя по разным причинам. Их там порастащили, поразобрали. Короче, гаражей уже не стало. Однако, в налоговый этот кооператив, хотя он и не был, по-моему, даже зарегистрирован по полной форме, все-таки числился. И вот каждый год моему другу приходила квитанция для оплаты налога за гараж. Ну, приходил и приходил. А я ему все говорил, смеялись. Вот говорю, сходи там, разберись. Он, да мне некогда крутиться с этим гаражом. Там сумма действительно не очень большая. Ну, он тем более человек не очень бедный. И он лет, наверное, 10 платил за несуществующий гараж. Ну, мы смеялись, как встретимся. Я говорю, он с гаражом-то решил, да некогда мне, там я лучше заплачу. И вот он так много лет платил. Потом, в конце концов, каким-то образом, все-таки в налоговой привели документы в порядок. И этот кооператив был, видимо, исключен из списка вот этих объектов, которые подлежат налогообложению. Вот такие бывают случаи. Некоторым просто проще заплатить, чем ходить разбираться. Такое тоже бывает. И еще хочу предложить вашему вниманию одну тему, которая настолько актуальна, что, думаю, есть смысл об этом поговорить. Обратилась ко мне одна зрительница канала. Не буду ее называть по имени. В общем-то, пусть это будет анонимно. И вот она мне пишет. Здравствуйте, Виктор Тимофеевич. У нас здесь суровый климат. И ваш блог, и канал очень близок к нам по климату. Еще я просто обожаю ваш спокойный голос. Спасибо, есть такой комментарий. Вы очень просто все объясняете. И мне тоже близок подход не использовать химикаты с магазина. Виктор Тимофеевич. Если это удобно. Хочу спросить у вас житейский совет. Мы купили в том году дачу. Шесть соток. И район хороший, и дети бегают. Все хорошо. Но рядом с нами живет молодая пара. Без детей живут круглогодично. И проблема в том, что они каждый, каждый день с утра до девяти вечера слушают очень громкую, долбящую музыку. А сейчас еще и собаку завели, которая очень громко гавкает. А я люблю тишину, пение птиц и все такое. Мы просили их, конечно, потише. Они вроде бы не отказываются, но их хватает ненадолго. И сейчас еду на дачу, и уже опять в напряжении, что опять будет эта музыка. Сейчас поменять дачу возможности нет. Не так-то это просто. Приходится терпеть, но это тоже невозможно. Виктор Тимофеевич, если можете, дайте, пожалуйста, житейский совет, как к этому спокойнее относиться. Мне кажется, что у вас очень большой жизненный опыт и плохого, и хорошего. И смотрю на вас, как-то умеете вы радоваться жизни. Подскажите, пожалуйста, как вам это удается? А то вроде бы купили дачу для отдыха, а постоянно уныние из-за соседей. Спасибо, если ответите. И спасибо за ваши труды. Вот такое простое письмо я получил. Но вопрос этот, ну, чрезвычайно важный. Потому что вот такие вещи, как шум от соседей, могут просто испортить не только настроение, но и здоровье. И отравить практически все существование на дачном участке. Что тут можно сказать? Я ответил, как мог, следующим образом. Вы затронули очень серьезную тему. Это только на первый взгляд может показаться, что это пустяки. Сейчас отвечу коротко. Все очень индивидуально. Мне приходилось на своем веку раз пять решать точно такие же вопросы с соседями по частному дому и даче. Три раза просто по-хорошему поговорил, они поняли. То есть обратился, поговорил вежливо, культурно, объяснил ситуацию и все вроде бы решилось. Но это было в трех случаях. А два раза пришлось поконфликтовать. Один раз, когда моя жена уехала в город, соседи по даче были на месте. И вот когда они включили музыку, то я включил свою. А в то время была у меня очень мощная аппаратура. У меня было два усилителя по 100 ватт с колонками. Ну, я их не включал, использовал для других целей. И вот просто они находились у меня на даче. Но это очень мощная концертная аппаратура. Она, ну не знаю, раз в 20 мощнее соседской. Кроме моих соседей никого в округе не было. Никому я как бы неприятности своим шумом не создал. И вот я включил музыку. Ничего не стал им говорить в этот раз. Много раз их предупреждал не включать громко музыку. Они, да, конечно, сейчас выключим. А сами снова включают. И вот я, ни слова не говоря, колонки вытащил. И включил свою любимую музыку. Часа на два. Но это было, поверьте, очень громко. Но потом выключил. И ничего не стал снова говорить. И ко мне тоже соседи обращаться не стали. Но, видимо, наконец-то таким способом все-таки до них дошло. И уже больше 10 лет соседи не шумят. А до этого на просьбы не реагировали. Хотя не ссорились, но как бы забывали. Это был такой, ну я считаю, простой случай. А второй случай был посложнее. Это речь шла о другом соседе по даче. Тут пришлось пойти на жесткий конфликт. В один прекрасный день, вот когда он начал шуметь. Ошумел он частенько. Мне это надоело настолько, что я просто зашел к нему на участок. Его участок неподалеку. И взял просто и выключил его музыку. Он на улицу все вытащил. Я из розетки выдернул шнур. И все стихло. Он работал в огороде. Прибежал. Начал возмущаться. Кричать. Что я, дескать, у него хозяйничаю. Начал на меня, даже, как говорят, наезжать. Ну, тут уж дело пошло раз на конфликт. Я, в общем-то, если говоря вежливым языком, на самом деле было сказано это довольно резко. Просто серьезно пообещал ему немедленно накостылять. Если он не успокоится и не поймет. Тогда я был моложе лет на 20. Был более горячий, наверное. И вот таким образом его припугнул. Он испугался. И больше так не делал. Очень мне это не по душе. Но если бы он не перестал, пришлось бы применить физическую силу. Вот я сейчас вспоминаю то время. Я к этому был готов. Сейчас не знаю. Уже стал постарше, повторюсь. А тогда он меня просто достал. Уж не знаю, чем бы там кончилось. Но он бы от меня получил. Как говорят, на орехи. И, может быть, тогда дошло. Не знаю. Но, как бы то ни было, после нашего с ним вот такого жесткого разговора, он перестал включать громко музыку. То есть эффект был достигнут. А сейчас я, конечно, стараюсь от конфликтов уходить. И вот я отвечаю этой зрительнице, которая мне написала. Я не знаю ни вас, ни ваших соседей. Поэтому моим советом грош цена. Вам самим надо принимать решение и действовать. У меня есть знакомые, которые, к слову сказать, даже поменяли квартиру из-за шумных соседей. И считают, что поступили правильно. Они стали идти на жесткий конфликт. Они не стали ни скандалить, ни судиться с ними. Хотя, возможно, есть такие пути. Можно было пойти, в конце концов, и разобраться с ними. Ну, я не знаю, по-мужски или как угодно. Но вот они не стали это делать. Это люди другого склада. Они предпочли даже избавиться от квартиры и переехать на новое место. Вот это реальный случай. Вот такие серьезные вещи бывают. Происходят, когда соседи шумят. И есть еще последний способ, как попробовать. Это себя настроить, не обращать внимания. Но это не каждый может. Честно скажу, у меня это не получалось. Во всяком случае, раньше. Сейчас я стал поспокойнее. Ну, тоже сейчас у меня, к счастью, все нормально. Но если получится такая вещь, я даже не знаю, как буду себя вести. Время покажет. Но, надеюсь, это не произойдет. То есть, решать вам. Смотрите. И хочется надеяться, что все у вас решится благополучно. Прежде всего, повторюсь, попытайтесь все-таки серьезно с ними поговорить доброжелательно. Ну, а дальше, уж не знаю, решать вам, что делать. Ну, и в конце пожелаю всем всего самого доброго. Быть внимательными друг к другу. До свидания.